На днях в редакцию ВИСЕ обратились люди, проживающие на юго-восточной окраине Черкеска. По словам горожан, дорога к их домовладениям настолько плоха, что по ней отказываются ехать даже службы экстренного реагирования, а таксисты заламывают большие цены. Ситуация вместе с общественниками и представителем иммерии разбирался корреспондент Артур Мксе. Эта дорога мало кого из местных автомобилистов может оставить равнодушным. Особенно тех, кто ранее повредил из-за её ухабов и ям какую-то часть своего транспортного средства. Поэтому стоит ли удивляться тому, что желающим сюда отправиться таксисты выставляют несоразмерно более высокие цены за услуги. А службы экстренного реагирования едут на вызов на юго-восточную окраину Черкеска, как на заклание. Ребёнок заболел, была высокая температура, мы вызвали скорую. И скорая, чтобы нас не искать на дачах, мы встретили её на железной дороге с ребёнком с температурой 40. И вот на трассе нам оказывали первую помощь, то есть делали литическую, как бы сбивали ребёнку температуру. То есть скорая помощь сюда, к нам, ну как бы она нас не ищет, то есть не приезжают. Но при этом у вас есть прописка и... При этом, да, у нас есть прописка, у нас дом оформлен как жилой. Двухкилометровый участок дороги связывает с улицей Даватора и основной территории Черкеска примерно 700 человек. Многие жители садоводческих товариществ имеют здесь прописку, то есть должны пользоваться всеми, так сказать, благами. Однако добиться проведения части коммуникации пока не получается. Да и автодорога является такой лишь номинально. Естественно, каждая дорога требует ухода. Значит, все отказываются от ремонта. В связи с чем? Потому что зона ответственности РЖД, дороги. Значит, я обращался в жилищно-коммунальный отдел или как управление ЖКХ администрации Черкеска. Мне там сказали, дорогие товарищи, мы ваши понимаем, но сделать ничего не можем в связи с тем, что это дорога в зоне ответственности РЖД. Обращайтесь к ним. Горожане обратились за помощью и в региональный народный фронт. Как говорят общественники, ситуация действительно сложная, поскольку дорога находится в зоне ответственности и муниципальных властей, и железнодорожников. В том, что последние сами не могут или не хотят что-то исправлять, люди не виноваты. А потому компромисс всё равно должен быть найден. Представитель управления ЖКХ пояснил съёмочной группе ВЕСТЕ и горожанам, с чем связана задержка и какие меры необходимо предпринять тем, кто обратился за помощью. Мы несколько раз пытались его облагоустроить сами, но по закону не получается. В связи с тем, что нам выделены средства, выделены на обслуживание автомобильной дороги сети города Черкеска. Так как это зона отчуждения РЖД мировозгских сетей, мы не могли на неё тратиться. Поэтому вот так всё затянулось. Внутри ЧЗХМ, грубо говоря, вы должны сам обустроить, выйти на муниципальную территорию, и с муниципальной территории дальше мы сами идём. Мы понимаем, что здесь спорная ситуация. Дорогой владеет как РЖД, так и между мэрией и РЖД идёт спор. Потому что это зона отчуждения РЖД, дорога находится. Но тем не менее, людям должна подведена инфраструктура. И вот сейчас мы услышали от мэрии города, что хотя бы первоначальный ремонт пройдёт уже в течение месяца. На самом деле вопросов по данной части региональной столицы немало. Горожане надеются на скорое решение хотя бы тех, без которых нормально жить здесь попросту невозможно. Люди мечтают, что за обещанным мэрией черкеско-ямочным ремонтом последует и полноценная работа над дорожным полотном с согласия, а возможно и при участии филиала РЖД, без которого по закону нельзя даже провести обрезку опасно свисающих над проезжей частью деревьев. Артур Мухцелий-Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия.